Судьба война в Котласе состоялся второй региональный съезд добровольцев Донбасса. Ломать не строить, вандалы разрушили все, чем украсили свой двор жителей Кедра-18. Небезопасные игры и котласская детвора облюбовала самолет Як-40 на проспекте Мира. Городские власти опасаются несчастных случаев. Это главная тема выпуска. В студии новостей Елена Архарова. Здравствуйте. В Котласе состоялся второй региональный съезд участников общественной организации добровольцы Донбасса из Вологодска, Архангельской областей и Республики Коми. В рамках съезда добровольцы получили награды, а их дети смогли побывать на вочине Деда Мороза. Один из пунктов программы съезда – награждение добровольцев. Участников как боевых, так и гуманитарных миссий в Донецкой и Луганской народных республиках. Наградными знаками – добровольец Донбасса. Устюжанин Михаил Бороздин вступил в ряды добровольческого движения прошлой весной. Свой боевой путь он начал в Славянске. Решил, думаю, мой клад будет хоть немножко на чем-то полезен. Поехал. Семья Михаила была не рада его решению, но в целом отнеслась к этому с пониманием и надеждой, что Михаил вернется домой живым и здоровым. К сожалению, на защите мира и свободы ему не удалось избежать ранения. Прилетело то ли с БМП выстрел, то ли граната. Так непонятно было. Разорвало гранатомет мой подствольный. В автомат прилетело что-то и сильно меня поранило ноги, руки, голову. После длительного лечения Михаил вернулся в родной Великий Устюг. Он и сегодня держит связь со своими сослуживцами и сотрудничает с добровольческим объединением. Союз добровольцев Донбасса – это организация, которая создана для помощи добровольцам Донбасса и их семьям. Это первостепенная задача Союза. И сегодня на этом мероприятии Союз добровольцев выделил средства для того, чтобы дети добровольцев совершили поездку на родину Деда Мороза, Великий Устюг. О, большой, огромный съезд. Главными героями второй части съезда стали дети. Дом зимнего волшебника Деда Мороза, как и он, сам произвел на детей и взрослых большое впечатление. К тому же некоторые из участников съезда побывали на вочине впервые. Мы сегодня хотели в дом Деда Мороза за по разным комнатам. Мне понравилась гардеробная Деда Мороза. Всем, кто был в группе, подарок дали. Вот такой вот мешочек. Там конфеты разные штучки. Ты уже заглянула, да? Да, но я ничего не доставала оттуда. Варя Марфарова, держите вы мешок! Самолет на проспекте Мира стал объектом излишнего внимания детворы. Дети забираются на крышу и крылья воздушного корабля, забывая о собственной безопасности. Самолет был установлен на проспекте Мира в минувший четверг. Он станет памятником всем котловским авиаторам. Это планы на ближайшие полгода. А пока городская детвора исследует самолет со всех сторон, заползает на крылья, откуда устраивает полеты в сугробы. Вот только подобные старты могут привести к несчастным случаям. Давайте подумаем, как нам все-таки здесь, какие меры предусмотреть для того, чтобы, по крайней мере, проинформировать, в том числе, там, не знаю, стенд хотя бы поставить и так далее, чтобы лишний раз на это обратили внимание. Самолет украшает одну из главных улиц города, и сознательные родители должны пояснить своим детям о его культурном назначении, а также предупредить об опасности. Корпус самолета скользкий, а на крыльях есть люки, куда можно легко провалиться. Памятник не должен превратиться в увеселительный аттракцион и стать причиной несчастных случаев. Спасатель – одна из самых трудных, но в то же время благородных профессий. Главная задача – своевременная помощь и спасение граждан в экстремальных ситуациях. Сегодня эти смелые и отважные люди отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в Котласе несут службу 143 спасателей МЧС. Их главная задача – своевременная помощь и спасение граждан в экстремальных ситуациях. Спасателям 2-го отряда Федеральной противопожарной службы вручили нагрудные знаки в честь профессионального праздника. Наградили и сотрудников Котласской службы спасения за ликвидацию чрезвычайных ситуаций во время весенних паводков на территории Вологодской и Архангельской областей. Юбилейными медалями отмечены все сотрудники МЧС, которые проработали в системе более 25 лет. Всех мы поздравляем, всем добра, удачи, здоровья. Жителям города также всего хорошего, добра, счастья, благополучия. Ну и вы, так скажем, в надежных руках спасателей при каких-то неблагоприятных ситуациях. Любимый город в праздничном наряде – это конкурс на лучшее новогоднее оформление. Пока на участие заявились 19 организаций. Время подать заявку еще есть. Это, кстати, уже могут сделать жители домов на проспекте Мира 27 и Кузнецова 5А. Жители первого подъезда дома номер 27 по проспекту Мира на отсутствие новогоднего настроения не жалуются. Праздничный дух в своем доме, а значит и в душе, они создают сами. На время рождественских каникул две Валентины, Шелягина и Логинова вместе с другими активными жильцами дома превратили свой подъезд в настоящий сказочный дворец. И теперь, говорят, пока дойдешь до квартиры, все плохие мысли остаются на ступеньках. Поднимаем себе праздничное настроение, создаем себе и гости, которых нам приходят, всем нравится, что у нас так все украшено. И самим нам нравится, что заходишь как во дворец, а не в подъезд. Подъезд украшен с первого по пятый этаж. Чувствуются, творили в условиях здоровой конкуренции и творческого задора. А главное – искреннего желания сделать мир вокруг себя красивее, ярче и дружнее. В дело пущены салфетки, бумага, открытки и, конечно, новогодние игрушки и мишура. Многие украшения хендмейд излучают тепло рук, в том числе детских. Мы так довольны, не знаю, как у нас. Дети тоже довольны, приходят. Внуки так приходят довольны. Сейчас вот у нас гости приедут, тоже довольны будут, я думаю. Красиво, потому что редко где встретишь, что подъезд так украшен был. Снеговичок из лесу приехал. А это уже другой подъезд на Кузнецова 5А. И здесь тоже чувствуется атмосфера праздника. Окна в снежинках, бабочках и елочных игрушках. На подоконниках веселые снеговички. На стенах новогодняя арт-галерея от самых младших жителей подъезда. Детей от 3 до 15 лет. Для меня даже не то, что содержание рисунка, а именно то, что аккуратность, то, что приняли участие. Они сейчас все ходят, каждый смотрит, ага, кто-то сделал. Вика ко мне, а в 9 лет смотрит, ага, хорошо. А чтобы дух новогодней сказки чувствовался еще на подходе к дому, жильцы первого подъезда по Кузнецово 5А решили налепить снежных фигур. Участвовали в процессе, как говорится, всем миром. В результате у подъезда появились снежные Дед Мороз со снегурочкой и куриное семейство, как символ наступающего года. Жители Кедра 18 тоже могли бы стать участниками конкурса на лучшее новогоднее оформление. Но сбыться этим планом помешали вандалы. Всего за несколько минут они уничтожили все, что в течение двух дней создавали жители дома. Маленькие это детишки, которые ясельки, так они тут все игрушки смотрят, а вот которые большие, это вот те у нас все и ломают. Украшенная гирляндами елка и снежный бордюр, пожалуй, все, что осталось от сказочной композиции новогодия, которую все выходные лепили активные жители трех домов по улице Кедрово. Символ года рыжего петушка удалось восстановить, а вот от снеговика осталась только морковка. Не столько я возмутилась, сколько обидно было, что делали, делали, руки мерзли, все для детей. И когда утром вышли, этого уже ничего нету, конечно, было более обидно. Опустились руки, не хотелось вообще ничего делать, но не буду. Конечно, негативные эмоции со временем улеглись. И уже сегодня Алектина Щукина вместе с председателем ТОСа Кедр 15 Людмилой Дудниковой вновь взялись за кисти и краски. И уже слепили и разрисовали новых героев из снега – собаку и Деда Мороза. То, что сделано чужими руками, я призываю просто не ломать. Наоборот, аккуратно самим включиться в этот процесс, чтобы наш двор был красивым, нарядным к Новому году. И у жильцов поднималось настроение. Вполне возможно, что уже завтра новогодняя композиция во дворе Кедр 18 пополнится новыми забавными фигурами. Ведь даже несмотря на столь неприятную выходку вандалов, Людмила Дудникова и Алектина Щукина не отказались от своей затеи. Сделать дворовую территорию праздничной и яркой. И это правильно. Ведь людей, которые ценят то, что для них делают, в нашем городе гораздо больше, чем тех, кто крушит все на своем пути. Впереди ценные новости и прогноз погоды на завтра. Если у вас есть интересные темы для новостей, звоните в редакцию по телефону 259-98. У меня на этом все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»